Это Кот Мефисто. Подкаст о выпускниках Мефи, которые меняют мир и делают его лучше. Наш гость сегодня – выпускник кафедры лазерной физики Нияо Мефи 98-го года. Бизнесмен, основатель и генеральный директор компании Artplast Андрей Новиков. Благодаря Андрею перед главным зданием Мефи появилась аллея Нобелевских лауреатов. С 2017 года выплачивается именная стипендия, а также при его поддержке проводится инженерная игра. Ведущая подкаста – заместитель директора Лаплас Нияо Мефи, старший преподаватель Светлана Генесарецкая. Андрей, очень рада вас здесь видеть. Большое вам спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу. Вы потом стали нашим гостем. И хотелось бы провести такую непринужденную беседу, поговорить о каких-то важных вопросах. И вот свой первый вопрос я хотела бы в такую немножечко философскую сферу отнести. Вот вы являетесь выпускником Мефи, и хотелось бы меня вас спросить, а что вам дало вообще это образование? Помимо каких-то знаний, каких-то навыков, может быть, сейчас, добившись определенных успехов, вы уже можете сказать, какой смысл мы можем вложить вот в это понятие «код Мефисто»? Во-первых, спасибо большое, что пригласили. Что такое «код Мефисто» и что мне дало Мефи? Мне Мефи дало очень много, просто очень много. Так получилось, что я работаю с Мефистами, я делаю бизнес с Мефистами, у меня жена Мефист, я живу с Мефистой, с Мефисткой, получается. И безусловно, это такой базис, фундамент, который в начале твоей жизни дает очень крепкую основу, с которой дальше все прорастает. А тогда у меня сразу вопрос, а вообще вот выбор университета в свое время, он был чем-то обусловлен? Вы действительно всю жизнь хотели поступить именно в этот университет? Или вы просто в какой-то момент о нем услышали и поняли, да, вот это вот, наверное, мое? На самом деле, это такая интересная история, и из этой истории прорастает, собственно, оленобельских лауреатов. Я родом из небольшого крымского городка, из-под Ялты. И когда я учился в школе, а это было конец 80-х, начало 90-х, когда не было еще интернета, не было особо много информации, и я совсем не понимал, что такое Мефи, потому что в нашем маленьком городке из физиков это была только учительница по физике. Но я думал, куда же мне поступить, я точно хотел поступить в ГИМО, но мой английский не позволял мне надеяться на успех этой миссии. Но так как у меня получалась хорошо физика-математика, я участвовал в крымских олимпиадах по физике-математике, считал себя очень в этом смысле продвинутым и крутым, я понял, что мой путь, моя дорога это через физику-математику. И когда в учебнике по физике, не помню, 6-й или 7-й класс, справа на страничке есть такая колонка «Выдущиеся ученые», и там публикуются маленькие биографии, такие коротенькие биографии «Выдущиеся ученые», с фотографией. И там была фотография Басова, и было написано, что это Нобелевский уряд, советский «Выдущийся ученый», академик, который в первой в мире сконструировал лазер. И в настоящее время преподает в Московском инженерно-физическом институте. Вот тогда я первый раз увидел, что это такое, это аббревиатуру, и понял, что если Нобелевский уряд преподает в МИФИ, то, наверное, это хороший институт. Вот подумал, я в свои 12 лет или 13 лет, и решил поступать в МИФИ, больше ничего не зная об этом. То есть, по сути дела, никакой альтернативы у вас не было, я имею в виду в вашей голове, то есть никаких других вариантов вы не рассматривали? Я настроился, встал на лыжи и поехал. Всё, МИФИ. Слушайте, это прекрасно, потому что сейчас хочется отметить, у наших студентов, конечно, не у студентов, а у наших абитуриентов очень большой выбор. Они смотрят на рейтинги, они делают выборы, исходя из очень большого объёма составляющих. Для нас это хорошо, для университета, потому что нам это позволяет всё-таки, знаете, тоже держать какую-то планку, всё время предлагать что-то новое, и вот как раз я вот немножко об этой планке хотела бы с вами поговорить. Вот смотрите, университет сейчас меняется, много чего появилось здесь, очень много интересного, и в том числе вот вы, как руководитель компании Artplast, как МИФИС, как выпускник МИФИ, конечно, очень много помогаете в этом. Ну, в частности, тоже Алия Нобелевских лауреатов, про которые вы уже сказали. Я ещё хотела отметить про нашу вот инженерную игру, которая сейчас реализуется в институте ЛАПЛАС. Ну, поскольку, да, я тоже имею к этому институту какое-то отношение, я знаю, как это всё начиналось, я знаю, какой вклад вы вносите в неё, то есть мы предлагаем ребятам, ну, действительно, очень большой объём знаний, вот таких, знаете, инженерных навыков, которые начинают получать с первого курса, но эта инженерная игра, она не получается просто так, это требуется больших вот вливаний больших ресурсов, и с нашей стороны, как вот ресурсопреподавателей, и вот с вашей большое спасибо за вот эту вот финансовую спонсорскую помощь. Плюс я ещё хотела отметить то, что у нас тоже в нашем институте существует именная стипендия компании Artplast, это тоже вот благодаря вам. А вот поделитесь тогда, пожалуйста, вообще вот это вот желание помогать, вот быть таким вот благотворителем, вот помогать вот своей альма-матре, вообще, в принципе, помогать. Это вот результат воспитания, жизненного опыта, а может быть, как раз того позитива и драйва, который вы получили в университете. Вот откуда растут вот ноги этому явлению? Ну, смотрите, когда я поступил в МИФИ, я, кстати, закончил последние три класса в школе, заочная физико-математическая школа при МИФИ, которую я закончил, сдал экзамены, и таким образом поступил в МИФИ на Т-факультет. И после, тогда было по-другому назывались факультеты, теоретическая и центральная физика. И распределение по кафедрам было после двух лет обучения в университете, в институте. Когда я пришел после четвертой сессии по кафедрам, мы ходили и искали свою кафедру, у меня выбора особо не было, потому что я хотел прийти на кафедру к Басову. Понятно, он уже был очень старенький, он был почетный, заведующий кафедрой, но тем не менее, я пришел на кафедру, и мой средний балл, так как я уже со второго курса начал работать, мой средний балл, ну скажем так, дипломатично, немножко не дотягивал до того среднего балла, который позволил бы мне сразу легко пройти на кафедру. Но приемная комиссия, которая сидела, которая меня спросила, почему ты хочешь к нам прийти, я честно рассказал всю свою историю, потому что я, собственно, вот в 12 лет иду по этой дороге, и вот я к вам пришел, пожалуйста, откройте мне вот эту дверь, я хочу на эту кафедру. И они пошли навстречу, хотя немного я там не дотягивал, еще раз повторюсь, и зачислили меня на кафедру. Поэтому я действительно очень благодарен преподавателям, которые приняли это решение. Ну и так как благодарность должна быть как-то дальше реализована, я хотел как-то вернуть долг, скажем так, который я прочитал, что мне дали авансом, меня зачислили авансом, и я решил, что я что-то должен сделать. Так сложилась жизнь, что в науку я не пошел, но как мы знаем, в науку идет, наверное, только треть, но две трети это остаются действительно, так как в Мефии здесь собрано очень много порядочных, умных ребят, то поэтому, вот вы говорили код Мефиста в предыдущем вопросе, для меня, когда приходит Мефист, я понимаю, что это порядочный, умный, честный человек. И вот это вот сочетание дает тот самый код Мефиста. И в моей компании, я руковожу, это средняя компания, у нас чуть больше тысяч человек работает, среди 20 основных руководителей, 14 это Мефисты. Ну это друзья, с которыми я, собственно, жил в общежитии, вот мы когда начинали бизнес, и вот сейчас так и продолжаем работать. И никогда у меня не было ситуации, когда я бы пожалел, что понадеялся, или кто-то меня подвел, как-то поступил подло, такого не было. Потому что, ну, я надеюсь, сейчас точно так же, те ребята, которые прошли вместе со мной через Мефи, те, которые были, ну, какими-то с другими ценностями, они, наверное, ушли в сторону. А вот остались такие действительно честные, порядочные, умные ребята. Вы знаете, я как раз тоже хотела спросить, вы сейчас, ну, довольно нам много говорили о порядочности, о честности. Вот я тоже общаюсь со своими студентами, в том числе, и у нас периодически возникает такой вопрос, я сейчас немножечко уйду в сторону, а вообще вот можно ли давать списывать? Вот я сейчас могу сказать, все это немножечко другое поколение, это тоже нужно понимать. Здесь многие считают, что нет, ни в коем случае, ведь они прошли очень серьезную школу для того, чтобы попасть в Мефи. У нас, да, действительно высокий балл. Сейчас вот вступительный балл в Утету находится на уровне там за 90, то есть 92-95 баллов, это действительно очень большой балл. Ребята, чтобы вообще попасть сюда, они проходят и олимпиадную школу, они прекрасно сдают ЕГЭ, это те ребята, которые умеют учиться, действительно умеют. Но в большинстве своем они этот путь проходят самостоятельно. И вот оказавшись здесь, в стенах университета, ну действительно они попадают в такую среду, где нужно очень много учиться, как они говорят, ботать. И при этом, ну действительно жалко, когда кто-то подходит, не прикладывая никаких усилий, просто списывает. А кто-то говорит, нет, это вот действительно код Мефисто, мы должны друг другу помогать. Вот как вы считаете, все-таки, вот ваше поколение, все-таки, да, мы сейчас уже отличаемся, и вот инишнее поколение, вот даже такие вещи, вот списывание, это взаимопомощь, или просто где-то вот дать глубину? Ну я точно могу сказать, что те, кто списывает, все равно это им большого счастья не принесет. Ну максимум дадут какой-то один зачет или экзамен, но ну и все. Это не принесет им какое-то преимущество в жизни. Поэтому человек несовершенен, поэтому я бы проще смотрел на эти вещи. Ну конечно, это нехорошо. Но вы бы давали списывать? Я бы, если меня просят, ну скорее да, чем нет. Хорошо, спасибо. Смотрите, вы сейчас упомянули о том, что вы, во-первых, после второго курса выбирали свою кафедру, но я хочу вас заверить, что сейчас все то же самое в университете. И здесь мы строго следуем всем традициям. Но опять-таки вы упомянули о том, что только где-то порядка 30% идут в науку. Это действительно проблема, и мы сами об этом говорим, поскольку вроде бы нам вот сверху идет такой сейчас запрос государства о том, что нужны инженеры, нужны физики, нужны ученые. А тем не менее, вот ребята по каким-то причинам не хотят идти в науку. Я сейчас не хочу, честно говоря, обсуждать, почему, вот какие причины там у других. Хотела спросить у вас. Вы все равно тоже ведь выбрали немножечко другую стезю. Вы выбрали все-таки бизнес. Почему? Почему вот, окончив НЕФИ, инженерно-физический институт, почему решили пойти именно в бизнес? И насколько вам помогло образование НЕФИшное? Мне кажется, никогда невозможно достичь цифру 100%, когда молодые люди в возрасте 17 лет выбирают свой жизненный путь, потому что это еще не сформировавшиеся люди, и они сами не знают, чем они хотят заниматься. Да и в 25 лет ты не знаешь, чем заниматься. Ты хочешь всю свою жизнь. Или это мнение может поменяться и в 20, и в 25, и в 30. Это абсолютно нормальный, естественный вопрос. Поэтому это абсолютно нормально, естественно, что кто-то решит, отучился на одну профессию, а потом понимает, что он должен выбрать другую. Когда я поступал, еще раз повторюсь, я участвовал в республиканских олимпиадах по физике, математике, и считал себя таким крутым парнем в этом направлении. И когда пришел в НЕФИ, пришел в свою группу, посмотрел со стороны на этот университет, подумал, ну вот я сейчас вот здесь, как говорится, покажу себя. Когда пришел в свою группу, то сразу через несколько семинаров понял, что в моей маленькой группе, где 15 или 17 человек было на первом семестре, два человека из 15 на голову меня превосходят. Просто на голову. Физики, математики. И я подумал, вот если в одной только моей группе, я это четко понимал для себя внутри, что вот эти два парня, они просто, они намного прям лучше меня знают, быстрее понимают, ориентируются и так далее, и так далее. Один из них в всесоюзных олимпиадах участвовал по математике. И Денис Доброхотов, второй Роман Баранков, даже помню, как зовут. Я подумал, что если в нашей группе, я далеко не выхожу на первые роли, а таких групп вот сколько много, это только на нашем факультете, а всего у нас 4 факультета, а еще есть физтех, а еще есть мехмат МГУ, и так далее, и так далее, и так далее. То вообще, где я найду свое место под солнцем? И это первый момент. И второй момент, когда тебе нравится там физик-математика на уровне школьной программы, и ты занимаешься этим условно говоря 5 часов в неделю. Это здорово, но когда ты приходишь в институт и занимаешься физикой, математикой 50 часов в неделю, то ты понимаешь, что одно дело на каком-то любительском уровне, а другое дело на профессиональном. Я сразу на первом семестре понял, что, ну, наверное, это не мое. Я более такой социальный человек. Мне нравится общение, команда, организация и так далее. А ученые, это все же такая академическая сфера, где ты скорее один сидишь с компьютером, с учебниками. И это редко бывает командная работа. Редко, когда поговорить, а организовать. И я понял, что это не совсем моя история. Но я безумно благодарен МИФИ. Если бы не было у меня МИФИ, я бы думаю, никогда бы я не добился каких-то относительно там относительно там успешных результатов, потому что это действительно хороший фундамент. И МИФИ объединяет под свою крышу очень многих таких ребят со всего, ну, раньше Советского Союза, сейчас со всей России. Это действительно отобранные ребята. И когда ты учишься, ведь успех образования, это не только в профессорах. Это, конечно, очень важная составляющая. но еще и в тех ребятах, которые сидят слева и справа от тебя. И в тех разговорах, которые ты с ними ведешь. И вот в этом месте, это вместе дает тот результат, который мы имеем. Поэтому без МИФИ я бы точно бы, наверное, у меня бы не получилось то, что получается сейчас. А как вас занесло в кинематограф? Вот мне кажется, сейчас, после того, что вы рассказываете, это уж прям вот совсем другая ветвь. Мы просто знаем, что вы все-таки оказались какой-то стороной в кинематографе. Что для вас эта сфера значит? И самое главное, почему именно туда? Ну, кинематограф, это так получилось. Я родом из маленького городка из-под Ялты. У меня есть старший брат, который киношник, который работал на Ялтинской киностудии, пока она, к сожалению, не развалилась с тем, что Советский Союз перестал существовать. Финансирование прекратилось. Но у моего старшего брата было все желание вернуться в кинематограф и, соответственно, в этом направлении работать. И когда в начале 2000-х он решил это делать, я ему просто стал помогать. И мы поучаствовали в нескольких картинах. Там фильм Юленька с Александром Триженовым, например. И когда, ну, относительно это как-то успешно прошло, то мой товарищ сказал, слушай, Андрей, ну, ты купил свой билет в кинематограф, ты его, конечно, можешь сейчас выкинуть, мусорку, а можешь что-то попытаться в этом направлении сделать. Мне понравилась вторая идея, и вот с тех пор я, как независимый продюсер, какие-то проекты делаю. Это, как правило, авторское кино, это мы равняемся не режиссеров, такие режиссеры, как Юрий Быков, Виктор Шамиров, Григорий Констинопольский и другие. И, соответственно, делаем какие-то небольшие такие авторские картины, и когда они получаются успешные, получаем в этом огромное удовольствие. Вот, кстати, в прошлом году наш фильм «Край надломленной луны» режиссер Светлана Самошин, она дебютант, получил главный приз на русской программе на Московском международном кинофестивале. И очень горден с этим фильмом. Вы спросили, для чего мне нужен сейчас этот кинематограф? Ну, во-первых, это интересно, не скрою, а это важно в жизни человека делать то, что тебе интересно. Во-вторых, это совершенно другая сфера, если я работаю в бизнесе и каждый день мой строится вокруг таких-то таких очевидных вещей маркетинг, снижение себестоимости, цифровизация, мотивация персонала и так далее, и так далее, и так далее, то здесь это совершенно другая история. Это ты должен организовать совершенно других людей, творческих людей. Это совершенно другие подходы. И это заставляет меня выйти из вот этого вот узкого сектора, относительно узкого сектора и смотреть шире. Поэтому мне это крайне важно, я искренне считаю, что мне это важно для того, чтобы в основном в моем бизнесе быть успешным. Мне важно, чтобы не зашоренный взгляд у меня был и я не закостенел вот в этом узком направлении. Кстати, вы еще спросили, что дает Мифи. Мифи мне дает понимание, что нужно учиться всю жизнь с концепцией lifelong learning. И действительно, я стараюсь так действовать, потому что после Мифи я закончил MBA, высшей школе бизнеса, МГУ, учился в Ельском университете, гранд стратеги программу, проходил в Сколково несколько курсов, в Беру университете, потому что жизнь меняется и никто не знает, какие нам скиллы потребуются через 5 лет. Ну просто никто не знает. Сейчас идет новая, можно сказать, научно-техническая революция в связи с тем, что появляются новые сервисы с искусственным интеллектом, GPT, чат и так далее. И это только первый шажочек. То есть наша жизнь в бытовом плане через 5-10 лет поменяется очень сильно. Поэтому если ты не будешь держать руку на пульсе, если ты не будешь меняться, если ты не будешь получать новые знания, то ты просто как динозавр умрешь. Поэтому вот эти навыки я получил в МИФИ. Ну вот я как раз тоже хотела отметить. Да, я тоже хотела это отметить. И мы, как вот те люди, которые обеспечивают в общем-то образовательную жизнь в МИФИ, мы, конечно, прикладываем очень много усилий для того, чтобы вот именно научить наших студентов учиться. учиться всегда, независимо ни от чего. И даже, знаете, как вот есть такая шутка, как один преподаватель спросил своего студента, скажите, вам математика когда мне в жизни пригодилась? Знаете, только один раз как-то, говорит, я шел по улице, был очень сильный ветер, у меня сдуло шляпу, и она попала в лужу. Так вот, я, говорит, взял проволоку, свернул ее в виде интеграла и достал таки шляпу. Это, конечно, все смешно, но, тем не менее, даже в этой шутке есть своя сердечная правда, потому что все равно пришла такая идея, вот как вы сейчас говорили, мне кинематограф нужен для того, чтобы вот просто развиваться, чтобы вот разрывать вот эти шаблоны, разрывать вот это стереотипное мышление. И, по сути дела, мне тоже кажется, это вот все то, что мы даем вот своим студентам, независимо от того, на каком факультете или сейчас в каком институте они обучаются. Вот сейчас я хотела подвести, знаете, тоже опять-таки, поговорить немножечко о философии. Я вот недавно узнала, что у нас в МИФИ был проведен опрос среди студентов, и выяснилось в рамках этого опроса, что студенты, они, знаете, не ищут каких-то определенных знаний, не хотят какие-то навыки и получить там очень строго определенные, они, знаете, ищут смыслы. Вот смыслы во всем. Смысл жизни, смысл того, зачем они здесь находятся, смысл того вообще, почему они должны получать либо не должны получать высшее образование, либо конкретно вот это вот образование. А вот вы, как человек, который, как я поняла из вашего вот рассказа, вы уже прошли огонь, воду и медные трубы, и занимались разными сферами, а вы можете что-нибудь вот посоветовать нашим студентам вот именно, знаете, вот в поиске вот этих смыслов, они есть, их нужно искать, или просто жизнь должна идти своим чередом. То есть вот, может быть, вы нам посоветуете, точнее студентам, как все успевать, как расставлять приоритеты, потому что вы уж такими многогранными и большими задачами занимаетесь, ну уж точно, совершенно, вы сталкивались с необходимостью вот все взаимоувязывать. Дадите какой-нибудь совет, пожелания. Знаете, это сейчас такой мелькриновский вопрос, смысл жизни. Сложно давать советы другим людям. Я скажу, какая для меня сейчас смысл, какая цель у меня в этом году. В этом году я себе поставил цель прожить самый счастливый год своей жизни. И это, мне кажется, действительно очень важно. Когда мы учились в Еле в университете, наш профессор по экономике с гордостью сказал, что вот я пришел, кстати, это наш соотечественник из Белоруссии, Олег Целинский, один из таких ведущихся ученых на постсоветском пространстве. И он с гордостью сказал, что вот я пришел на эту кафедру, до меня здесь на доску ряд по экономике преподавал, но он ушел на пенсию, вот я взял эту кафедру, и мой курс макроэкономика до недавнего времени, до прошлого года, это он рассказал пару лет назад, был самый популярный в Еле. На него приходило 320 человек. Самый популярный курс до прошлого года. Мы спросили, а что в прошлом году произошло? Он говорит, ну в прошлом году появился курс, который нас опередил. А сколько там человек пришло? Ну там пришло 1200 человек. 1200? А как называется этот курс? Он говорит, он называется Happy Life. Ага, так. Да. И стало понятно, что это действительно сейчас такой мейнстрим всего поколения, наверное, всего человечества. Потому что люди хотят быть счастливыми, и это здорово, это правильно. Теперь возвращаясь к вопросу, что надо сделать, чтобы добиться успехов. Тут никакого секрета не отвечу, не расскажу. Здесь ответ один. Это работать по 60-65 часов в неделю. Только тогда ты добьешься каких-то результатов через 10-15 лет работы. Другого пути нет. Только, ну только через труд. По-другому никак не бывает. А можно сказать, что вы получаете удовольствие именно от труда? Я получал удовольствие действительно от труда. Я получал от того результата, который получается. Это действительно возбуждает и дает большое удовлетворение. Ну, то есть, я правильно понимаю, что сейчас для вас главное в жизни это вот как раз прожить год счастливым человеком. А дальше какие будут цели? В следующем году, надеюсь, будет еще более счастливый год. То есть, вот таким вот образом. Хорошо. А вот все-таки сейчас, поскольку вы уже понимаете, наверное, я думаю, что вы понимаете, что нужно сделать для того, чтобы быть счастливым человеком, а может быть, есть какое-то место, где вот вы действительно ощущаете полное удовлетворение, счастье, знаете, где вы можете сказать, вот все, я вот достиг вот этого уровня дзен, как вы тоже сейчас говорят, вошел в нирвану, это вот то место, где вот мне дальше хочется жить, творить, и вот возможно даже его не оставлять. Я не знаю, будет ли это место, трудно сказать, но я точно понял для себя простую вещь, что ты должен жить гармоничной жизнью, а гармоничная жизнь это не только работа, это работа, семья, друзья, какая-то социальная активность, и это все очень важно, и когда действительно есть гармоничные все сферы, так называемое колесо баланса, тогда ты действительно гармоничный, довольный, удовлетворенный человек, и второе, что я тоже очень понял, что мы живем здесь, в Москве, это наш город, это наша страна, и никто никогда не придет и не сделает здесь нам лучше, от того, что какой президент мы выберем, от того у нас здесь чище не будет, и только мы сами здесь можем навести чистоту, и это очень важно, поэтому каждый из нас должен сделать что-то, что-то, чтобы вокруг себя сделать жизнь лучше, и только тогда действительно мы все как общество будем жить лучше, я в это искренне верю, поэтому действительно я со своей стороны, у меня есть возможность, слава богу, наша компания, где, как я сказал, организованы Мефистами, есть возможность где-то что-то помочь, и мы с радостью помогаем студентам Мефи, потому что мы сами были такие, мы сами жили в общежитии, и трудно было пройти через 90-е, если бы тебе не помогали твои друзья и приятели, которые жили же в общежитии в Мефистве, и поэтому было время собирать камни, есть время разбрасывать камни, поэтому мы с радостью помогаем, и организовали стипендии Мефи, и действительно помогаем, потому что мы сами проходили этот путь, и он бывает непрост, и мы вместе должны поддерживать друг друга и проходить через эти какие-то испытания, и стараться где-то на своем уровне сделать что-то для, не только для себя, но и для окружающих, действительно, поэтому мы очень рады, что такой проект, как Алейн воплотился, к стыду своему я только в конце учебы узнал, я думаю, сейчас не все это знают, но сейчас может чуть лучше, что наш замечательный университет преподавал или работал или лечились шесть нубльских вариатов, я это только узнал в конце, и для меня это был шок, как же так, когда приезжаешь в Кембридж или Обсфорд, у них вот там на первом месте лежит вот эта доска, где сколько у них нубльских вариатов закончила, прямо вот на первом месте как заходишь, а у нас эту информацию где-то она может быть и есть, но вот я узнал только на пятом курсе, и поэтому мне показалось совершенно несправедливо, плюс у меня был огромный такой пиетет к Басову, благодаря его имени я попал на кафедру, благодаря его имени я очутился в МИФИ, и я считаю, мне очень много дало МИФИ, поэтому у меня было искреннее желание как-то облодарить этого человека, ну и я подумал, что можно сделать, и вот родилась такая идея о леоне в нубльских вариантов, тем, я думаю, что сейчас многие выпускники видят и знают, что они учатся в университете, где работал и преподавал или учил, 6-7 вариантов. Мне кажется, это очень важно, потому что, конечно же, это такой мировой знак качества. Вот здесь и спросите, почему еще там есть другие скульптуры, как мы знаем, у нас была такая непростая история страны, и, допустим, там есть скульптура основателем ядерного проекта, выдающиеся ученые, Зельдович, Харитон, которые наверняка бы получили Нобелевскую премию по физике, если бы их работы были бы открыты и публичные. Но так как это было строго засекречено, они были закрыты, естественно, о их достижениях никто не знал и только потом узнали, когда их уже, наверное, и не было в мировой общественной, то поэтому они не получили, хотя точно достойные. И поэтому нам показалось, когда институт провел такую инициативу, что есть еще такие выдающиеся ученые, нам показалось, это действительно очень правильная и блестящая идея, и вот поэтому они тоже попутили в металле. Ну, я вот еще хотела добавить, что это, конечно, очень коррелируется с вашими словами о том, что для того, чтобы достичь успеха, нужно, ну, действительно много работать, выкладываться. Я просто хотела тоже вот напомнить в том числе вот нашим зрителям, что вот Курчатов, Харитон, Зельдович, это были те люди, которые действительно очень много принесли в своей стране, они сделали все возможное для того, чтобы мы вот в свое время, когда действительно были очень тяжелые времена и политическая ситуация была довольно сложная для нашей страны, они все-таки добились того, что Россия тогда заняла вот этот ядерный паритет и он продолжается до сих пор и, конечно, возможно, если бы с их помощью мы не достигли тогда вот таких успехов, возможно, сейчас мир вообще был бы другим. Так что мы в том числе можем сказать им спасибо за то, что они вообще сделали такую работу и сейчас то, что вот этот памятник находится на нашей аллее, это, ну, просто, знаете, лишнее напоминание вот нашим студентам о том, что такие люди есть, они вышли из нашего университета, мы можем ими гордиться, потому что это не просто Нобелевский, но вот не просто те люди, которые вот получили Нобелевскую премию, хотя, конечно, они тоже заслуживают большого уважения, но в том числе это те люди, которые внесли огромный вклад вот в развитие своей страны, ну, по крайней мере, вот они тоже у меня вызывают, конечно, большое уважение. Я, если позволите, еще про качество образования хотел два слова сказать. Ну, так получилось у меня в жизни, что я действительно много ездил, много учился, посещал много разных университетов и, допустим, мой товарищ Рома Баранков, который вместе со мной учился, попал на первый курс, вместе мы учились в одной группе, который, кстати, выпускник 32-й кафедры и потом он учился в аспирантуре MIT, и который многие считают как одно из лучших учебных заведений технических в мире, и это действительно так, и он говорит, что на самом деле ну вот он говорит, что это абсолютно я понял, что МИФИ это высочайшая достойный уровень и каких-то вопросов где-то может даже не уступает, а где-то даже и превосходит, говорит, потому что мне так тяжело, как я учился на 32-й кафедре МИФИ, где-то даже не было в аспирантуре MIT, то есть конечно там тоже приходилось очень напрягаться, но вот он в таком, когда попробовал и сравнил, понял, что действительно МИФИ это высочайший уровень, не говоря же о том, что никогда бы он не попал в аспирантуре MIT, если бы не прошел 32-ю кафедру. Поэтому дорогие студенты, действительно обращаясь к вам, повезло вам учиться в этом замечательном институте и этот фундамент, эта база даст вам хорошую, устойчивую дорогу в жизни. Потому что никто не знает, что вам потребуется через 5-10 лет. Но то, что ваши мозги чем больше сейчас напрягаются, тем легче вам будет проходить через разные жизненные сложности и трудности. Это абсолютно точно. Поэтому желаю вам удачи и успехов. Спасибо большое. Мне кажется, вот сейчас Андрей так рядышком прошелся, затронул очень важную тему. Я все-таки немножечко о нем упомяну. Это у нас тоже идут постоянные споры, в том числе студентской среде, а все-таки нужны ли социогуманитарные науки, то есть изучение социогуманитарного вектора в инженерно-физическом институте. Можно спорить об этом сколько угодно, но вы абсолютно правильно отметили, что мы никогда не знаем, что нас ждет впереди, как сложится жизнь, какие знания нам понадобятся. А самое главное, что все эти знания, которые МИФИ пытается давать, даже может быть через то, что программа действительно очень насыщенная, но по крайней мере это вот действительно тот фундамент, который закладываем мы в будущее каждого человека, который к нам поступает, и вполне возможно, что потом, когда они закончат, точно так же кто-то займется бизнесом, кто-то уйдет в кинематограф, кто-то, возможно, действительно станет государственным деятелем, но вот весь этот фундамент останется с ними. Андрей, большое вам спасибо, еще раз хочется вам поблагодарить за то, что вы пришли, мы будем рады видеть вас еще, может быть, в каких-то других выпусках, когда еще, возможно, будут еще какие-то другие темы, о которых мы сможем поговорить, дать следующие напутствия нашим студентам, в любом случае, мы всегда вас рады видеть в стенах нашего университета, собственно говоря, из которых вы и не выходите. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.